Сегодня я хотел бы поговорить с вами об очень важной теме. И помню, как-то рассказывал, прошлым летом в нашей стране как-то стала очень популярной рэп-культура благодаря известному батлу между двумя рэперами в нашей стране. И об этом стали очень много говорить. О рэпе вообще, о рэп-баттлах. И меня это очень заинтересовало, и я, помню, этот батл посмотрел, и действительно видно было, что ребята очень талантливые. Эти два рэпера были очень талантливые, очень интересные стихи были. Только был один недостаток, ну для меня, как для христианина. Во время своих выступлений они постоянно использовали ненормативную лексику. Ну, использовали или используют. И я помню, поначалу подумал, ну, конечно, ненормативная лексика для нас это неприемлемо, но у них есть интересные мысли, у них есть талантливые рифмы, красивые такие обороты, фразеологические русские. Думаю, ну ничего, думаю, я духовно сильный человек, поэтому на меня уже ненормативная лексика как бы не действует, не пристает ко мне. Поэтому буду извлекать драгоценное из ничтожного. И помню, стал смотреть эти разные батлы, стал слушать эти разные батлы. Вот, пока однажды, я помню, ехал на машине, был час пик, были пробки. И довольно обычная на наших дорогах ситуация, когда кто-то пытается там где-то тебя объехать, подрезать. И вот кто-то, помню, объехал, подрезал, встроился. В общем, вел себя безобразно на дороге. И я, когда это видел, вдруг внутренне почувствовал, что у меня в отношении этого беспечного издака возникла ненормативная лексика. Она была очень справедливой, но, вы же сами понимаете, я думал, что это не пристанет, а это пристало на самом деле. Потому что, как огурцы, помещаешь в банку с рассолом, какие бы ни были крепкими огурчики, но хочешь, не хочешь, время пребывания в рассоле, так или иначе, сказывается на их внутреннем состоянии. И постепенно твоя внешняя среда становится частью твоей внутренней жизни. Это проникает в нас, хотим мы это или не хотим. И когда я помню, я это осознал, я тогда помню, думаю, несмотря на всю эту талантливость и мое желание как-то быть в теме молодежной культуры, все-таки эти вещи не полезно смотреть. И я помню, прошлой осенью я тогда бросил все эти рэп-баттлы смотреть, потому что оказалось, что минусы порой перекрывают плюсы. Другая ситуация. Она возникла буквально недавно. Возникла буквально недавно ситуация. У нас были сплавы, Максим сегодня об этом рассказывал, про эти сплавы чудесные. Вот, мы с семьей участвовали во время сплава, я, супруга, в первый раз взяли нашего сына маленького, поехали. И вы знаете, те, кто был на сплаве, поднимите руки. А кто пережил благословение, поднимите две руки. На самом деле, хорошо. Вообще, хорошо уехать из этого города. Хорошо уехать из привычного окружения. Хорошо оказаться на природе. Тем более, хорошо оказаться на природе с верующими. И вот, знаете, сама атмосфера сплава, когда мы вместе плывем, а для нас, для жителей мегаполиса, иметь хоть какую-то маломальскую физическую нагрузку, это уже огромное благословение. Я совершенно не понимаю, те, кто уезжают отдыхать на моторной лодке. Думаешь, ты что, мотора, что ли, еще не наслушался в жизни? Не надымился мотором? Или кто уезжает на природу с огромными колонками? Называется, город едет в деревню, да, или город едет на природу. Там у нас тишина, там у нас ни у кого не было никаких колонок. Колонок, гитар даже, слава Господу, не было. В том году брали одну гитару и сломали кто-то, наверное, никто не играл потом. Вот, тишина, покой, хорошо, благодать. И я помню, вот за эти несколько дней, пока мы сплавлялись, такое благостное состояние пришло. Кажется, вот я, ну, просто переполнен Духом Христа, Духом благости, милости и благодати. Вот потом мы поехали обратно и столкнулись с водителем, который вез нас обратно с этого сплава в город. Ну, обычный мирской водитель, мы наняли фирму, они там приехали на газелях. Одна газель сломалась, там что-то он был недоволен, вторая приехала. И, в общем, приехал водитель, недовольный, на взводе, когда сели мы в машину обратно, я сидел рядом с ним, я ему сразу сказал, мы не материмся. Он всеми силами старался не материться, но есть такие люди, они не матерятся, да, стараются не материться, но он так говорит без мата, как будто все время матерится. Знаете, такие люди? Мат, он буквально чувствуется между слов. Просто вот там, где нужно, ты все как будто до него дописываешь. И вот этот человек был недоволен. И что там это вот так вот, и недоволен. И я помню, сел, говорю, надо ремнем пристегнуться, а там, знаете, ремень был, а куда пристегиваться не было. Он говорит, да накинь на себя, что тебе пристегиваться, зачем пристегиваться тебе еще сидит тут, пристегиваться ему надо. Распристегивался он тут. И он всю дорогу ругался. Он ругался там, что вот такой заказ, и что ему приходится нас везти, и что он в город опаздывает. А в городе у него мероприятие, и это мероприятие из-за него, из-за нас срывается. И вот это все поздно, и дорога ужасная, и что такая ужасная. И он больше никогда не поедет по этой дороге за такими, как мы, больше никогда не поедет по такой дороге. И вот он пришел с ним уехать, и вот он сейчас возвращается, а его напарник сломался. А и второй, наши полгруппы-то не уехали, а полгруппы там осталось, и вот он все был недоволен. И он все ругался, потом он перешел на политику, и в политике все плохо, и все вокруг ужасные, и все плохо, и ужасные. Я сидел вместе с ним, и я так вот думал, знаете, ну есть такое правило, водители раздражать нельзя, твоя жизнь в его руках. И мы ехали обратно, и я его всеми силами не раздражал. И когда, я помню, мы уже подъезжали к нашему зданию, да, и он стал ругать меня, потому что там пришлось одному из наших служителей поехать за оставшуюся группу, потому что у них второй микроавтобус сломался. Вот из этого наши съехали. А тот вдруг в восемь вечера починился и приехал, а там уже никого не было. Ну как-то до вечера никто его не ждал, оказалось, да. И он звонит, и этот мне говорит, что вы не сказали мне, что ваш там приехал. Я говорю, да я вообще не организатор этой встречи, я вообще не организатор, я просто ехал отдыхать. Вот. Ну в конце, когда мы уже подъезжали сюда, я ему говорю, знаете, мы, говорю, просто заплатили вам деньги. Мы приехали, говорю, я не хочу выслушивать ваше недовольство все время. Говорю, это вы опоздали больше, чем начал за нами. Я говорю, вы виноваты, говорю, вот. Ну это я так со своей стороны, жена говорит, что я немножко так резче говорил. Но дело в том, что, знаете, за этот путь со сплава в город, вот от благостного настроения ничего не осталось. Еще ехал домой, и мы еще начали с женой. Жена говорит, ты слишком резок с ним был. Я говорю, послушай, если этих хамов не останавливать, они так вот, говорю, мы терпилы, что ли, вот на нас грязью поливать. Я говорю, я и так всю дорогу терпел, чтобы он в кувет не уехал. Я терпел, говорю, но когда уже подъезжали к зданию, я ему все сказал. Она говорит, нет, ты должен был промолчать. В общем, я вам скажу таким образом, знаете, вокруг нас существуют постоянные так называемые токсичные вещи. Что такое токсичные вещества? Токсичные вещества, это такие вещества, которые отравляют нас. Ну, попросту говоря, ядовитые вещества, они приводят к ослаблению, они приводят к болезни и порой даже могут приводить к смерти. Так вот, драгоценные, вокруг нас очень много всего токсичного. Токсичные вещи, токсичные люди, токсичные передачи, токсичная музыка, токсичные программы, токсичные телевизионные каналы. Куча, куча, много всего токсичного. То, что я говорю, это, конечно же, давным-давно. Конечно, в Библии нет такого слова токсично. Но, тем не менее, Библия об этом очень четко говорит. Давайте откроем первое послание апостола Павла к Коринфской церкви. Не знаю, когда Павел написал эти слова. Может быть, они тоже ехали с группы коринфских верующих со сплава. Какого-нибудь там, по какой-нибудь реке там. Иордана, Ефрата, не знаю. И вот апостол Павел, смотрите, написал верующим такие слова. Я прочитаю эти два стиха по современному переводу. Вот 33 стих так звучит в современном варианте. Перестаньте обманываться. Плохой товарищ губит хорошие привычки. Пробудитесь к трезвой жизни, как тому следует быть. И перестаньте грешить. Ибо некоторые не знают Бога. Я говорю это, чтобы устыдить вас. И интересно, вот 34 стих в еще одном современном переводе, благая весь, вот так звучит. Пробудитесь к трезвой и честной жизни, перестаньте грешить. А ведь среди вас есть такие, кто понятия не имеют о Боге. Я говорю это, чтобы вас пристыдить. И вот смотрите, здесь апостол Павел говорит о том, что неизменной частью пробудившегося человека, мы много говорим о пробуждении. И некоторые почему-то верующие считают, пробуждение это что-то такое чисто внешнее, когда в церкви шумно, много людей, там исцеление и прочее, прочее. Пробуждение на основании Писания, не на основании христианских басен и там, христианских фантазий, христианских иллюзий. Это сейчас все уберем в сторону. На основании Священного Писания пробуждение это прежде всего внутреннее состояние. Оно, конечно же, может отобразиться и на внешнем, но оно не начинает с внешнего. И если вы думаете о пробуждении, как о внешнем изменении церкви, вау, это столько людей, что у нас уже тут места нет, и мы балкон делаем, и там места нет, мы вообще тут все скупаем вокруг, и места нет. И вот, то есть вы представляете себе пробуждение чисто как какие-то внешние изменения. Хотя на самом деле, прежде всего пробуждение это измененное внутреннее состояние. И вот апостол Павел говорит, что неизменное качество пробудившегося, внутренне пробужденного человека это знать, кто тебя окружает. Это понимать, с кем ты проводишь свое время, потому что окружение неизменно влияет на нас. Мы окружены миром. И я думаю, не открою ни для кого Америки, если скажу, что мир токсичен, заразен, ядовит. И опасность в том, что вроде бы мы это хорошо знаем, и в церкви нередко звучит цитата, да, худые сообщества развращают добрые нравы. Но мы почему-то не обращаем на это внимания. У нас есть такая иллюзия на свой счет, что к нам это не пристанет. У меня иногда возникает такая иллюзия, ко мне это не пристанет. Проходит время, и я вижу, переоценил себя. Это все-таки ко мне тоже пристает. Прилипают все эти вещи. И мы окружены токсичными вещами. Почему я говорю, старайтесь практически не смотреть телевизор? Да потому что в основном телевизионные программы это токсичные передачи. Они, конечно, построены на том, чтобы завлечь тебя, как бы зацепить тебя, прилепить к своему каналу. Там огромная масса разных телевизионных шоу. Я вам скажу, все телевизионные шоу насквозь токсичные. Телевизионные шоу, где собираются люди, либо известные, либо неизвестные. Какая-то берется ситуация семейная между супругами, или там с детьми, или еще с кем-то. И начинается постоянное якобы, чтобы помочь этим людям обсуждение. В действительности там никто никому помогать не собирается. Только для того, чтобы привлечь людей. А наша плоть любит скандал. Любит вот эту желтизну, чтобы что-то такое было. Вот такое. Вот подглядеть, за чьей-то личной жизнью подглядеть. Особенно, если там не все в порядке. И сама атмосфера, в которой проходят вот эти обсуждения, это постоянные наезды один на другого. Хамство, крики, когда все говорят одновременно. Кто там, у кого глотка более уженная, тот и всех как бы перекрикивает. Люди ругаются, скандалят, закатывают истерики постоянно. Ты смотришь и думаешь, да я всего лишь смотрю передачу. Вот. И еще раз убеждаюсь, как же в мире все плохо. Убеждаюсь, как же без Бога все не весело. Это ты так себе объясняешь. Но в действительности, к тебе, вот буквально в твое подсознание, вкладывается вот такая вещь, что да, когда сложности, когда конфликты. А сложности и конфликты есть абсолютно в каждой семье. Абсолютно каждое отношение проходит через тяжелые периоды. Недаром говорят, что нужно пуд соли вместе съесть. И приходится это делать. Но модель, которую тебе пытаются навязать, да, ведь проблема не в конфликтах, а в то, как ты себя ведешь во время конфликтов. Ссоры, да неизбежные. Вот в семье невозможно без ссор. Важно, как ты ведешь себя во время ссор. Так вот эти передачи, как я говорил, они навязывают модель во время ссор. Ори, кричи, доказывай, истери, никого не слушай, махай вот так руками. Как пастор на сцене. Но в действительности драгоценное, когда я выхожу на сцену и махаю руками, чтобы привлечь аудиторию, потому что я говорю, но сотни людей слушают, да, когда в семье-то начинаешь так себя вести, ну это нелепо. Некоторые, когда приходят к нам в гости домой, они думают, что я и дома вот такой хожу. Они видят, я дома сижу такой тихий. Орут другие обычно. И они думают, как у тебя, как у вас так вот. Так важно понимать, где, как себя вести. А вот эти телевизионные шоу, так называемые, посвященные психологическим, семейным разборкам, привязывают нас к модели. Ори, кричи, истери, ссорься, спорь, доказывай. Я просто смотрю, ты не понимаешь, это токсично, оно проникает в тебя. И когда в следующий раз возникают какие-то конфликты у тебя в семье, у тебя невольно всплывает та модель поведения, которую ты постоянно видишь перед своими глазами. И люди начинают так себя вести, потом думают, да я же никогда не вел себя так, я же, я не таким был 15 лет назад, я не таким был 20 лет назад. Да, ты был не таким, но это проникло в тебя. Это тебя отравило. Это отравило твое поведение. И поэтому, драгоценные, заметьте, вот я сейчас, конечно, обращаюсь к немолодежи, не к молодежи, потому что им не с чем сравнивать. Но вот даже если сравнить, вот люди уже прожившие там 20, 30, 40, 50 лет, как часто меняется атмосфера у нас в самой стране, да, когда люди сегодня готовы взрываться из-за мелочи, я абсолютно убежден, что одной из главных причин, это вот то, что раньше телевизионные передачи не были такими хамоватыми и агрессивными. А сегодня, ну, я понимаю, сейчас запикивают там, на центральных каналах запикиваются там, какие-то ненормативная лексика, слова запикиваются. Ну, мы-то отлично понимаем, вот эта сама атмосфера вот этих передач, она влияет на нас. И ты внутри становишься таким же, отравленным, отравленным. Это касается не только этих телевизионных шоу, разных политических программ, где тоже агрессия постоянная. Драгоценные мы должны понимать, часто политики решают что-то друг с другом и пытаются нас сделать заложниками своих конфликтов. На Руси говорили, что бояре дерутся у холопов и волбы трещат. Часто люди решают свое, нас делают заложниками. Мы в нашей стране видим, то у нас Турция друг, потом у нас Турция враг, про нее плохо говорят, потом вроде бы опять нормально, то нельзя ездить, потом можно ездить, все нормально, понимаете? То есть они решают свои дела, а на нас сказывается, ты вдруг чувствуешь, что ты сильно разозлился на Турцию. Вот прямо вот так разозлился, все, не покупаем турецкие яблоки. Чуть и турки плохого сделали. Ну вот они там что-то кому-то, вот там вот мне сказали, вот. Вы понимаете, то есть нас делают заложниками, нас пытаются вовлечь в свои конфликты, прививая нам ненависть, прививая нам агрессию. О, о, нас никто не любит. И вот начинаются люди, которые смотрят регулярно политические программы, так с ними же невозможно общаться. Они все время, вот у них вот. Почему? Это токсичные передачи. Вы поймите, там цель не сделать все ясным, не сделать все понятным. Там цель одна, привлечь твое внимание. Поэтому какие там популярные персонажи, которые все время на разные приглашают там программы там. Если, например, из мира шоу-бизнеса, обычно приглашают Джигурду. Джигурду скажешь, уже многие так заулыбались. Почему? Скандалеза. Вот вроде мощный, здоровый мужик. Просто скандальный. Или, не хочу обидеть голосующих, если есть такие здесь за ЛДПР. Ну, из политиков это Жириновский. Тоже скандалеза. Который уже 20 с лишним лет языком своим не... И никто говорит, у него есть и хорошие мысли. У него есть и хорошие... У меня у собаки бывают хорошие мысли иногда. Придет, а голову положит и думаю, хорошие мысли у тебя собака. Но она остается собакой. Какие бы ни были хорошие мысли, этот человек уже 30 лет является скандальной личностью. Он орет, оскорбляет, женщин оскорбляет. Разве не так? Неоднократно показывая этим, что, понимаете, мужчина в сердцах может обматерить женщину, потому что она его достала. Вот какую модель это навевает. Скажешь, да нет, я так никогда не делаю. Но чем больше ты будешь это смотреть, тем больше это у тебя записывается внутрь тебя. Почему? Потому что эти люди токсичны. Не спорю, токсичные люди часто бывают харизматичные. И их интересно смотреть. Человек, который, знаете, спокоен. Вот сидит, вот спокойный человек. Ну что он спокоен? Что ему интересно смотреть, он спокоен. А если там кто-то орет, шумит там все время, на колени падает, орет там, никому не дает говорить, кидается микрофоном. Вот это популярно. Кидаться микрофоном, чашку выбрасывать, драться лезь, чтобы там охрану вызывали. О, сегодня такая классная передача. Столько проблем разрешили. Так это сейчас людям поможет. А в действительности это все токсичные вещи отравляют вас. Они отравляют вам и прививают определенные модели. Это проникает внутрь. Поэтому драгоценные, скажешь, Виктор, получается токсичные вещи, это те, кто там шумят, кричат. Да не только. Есть вещи, которые просто тебя отравляют. Вот сегодня, например, не беру там телевидение, в интернете огромное количество разных роликов. Разные психологи, там разные врачи, что-то учат и говорят. И часто люди обычно начинают смотреть какие-то передачи про здоровье. Хочу знать про здоровье. И там все учат. Там о здоровье учат. Бывает, смотришь, общественный деятель. Кто такой общественный деятель, я не могу понять. Но он учит о здоровье. И люди слушают, 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 слушают. А понимаешь, ты все время слушаешь о здоровье. Я вот на всю жизнь запомнил, в детстве, думаю, многие из нашего поколения читали книжку Джерома, Кларка Джерома, «Трое в лодке, не считая собаки». Помните, да? И там один из персонажей решил читать медицинский справочник. И так вчитался, мужчина, да, так вчитался в этот медицинский справочник, что нашел у себя абсолютно все болезни, кроме родильной горячки. Ну потому что, знаете, вот если так читаешь, там, а вот симптомы такие, симптомы такие, покалывания. У меня иногда бывает покалывание, да? Ногу тянет, иногда бывает тянет. Голова побаливает, ну это у меня побаливает часто. И можно найти, и вот люди смотрят передачи о здоровье, якобы о здоровье. С каждой передачи ты все больше болен. Все больше болен. Все больше болен. Хотя там никто не кричит, там все так тебе объясняется. Но ты в этом находишься, ты в этом варишься, и постепенно ты заражаешься, заражаешься. Почему? Да это токсично, потому что все. Это все токсично. Потому что все эти приемы должны вестись лично, индивидуально, смотрят на тебя. Потому что ты иначе напридумываешь себе кучу диагнозов, кучу болезней себе напридумываешь. И мы окружены вот этими токсичными людьми, токсичными отношениями. Я уже не говорю там про то, как христиане себя ведут в интернете. Больше, чем не смотреть политические программы на нашем телевидении, мы должны не участвовать в разных христианских обсуждениях в интернете. Потому что почитаешь, и такое чувство, все плохо. В христианстве все плохо. С этим плохо, с тем плохо, и там плохо, и там плохо, и везде плохо. И везде плохо. И все пастыры плохие, и всем только деньги нужны. А почему? А вот тому нужны. И мы по одному тому делаем выводы совершенно обо всех. Все вот такие. Легко очень отравиться. То есть можно встречать массу токсичного в так называемом христианском сегменте интернета. Огромное количество. Поэтому, две тысячи лет назад, апостол Павел, он предупреждает нас и говорит, не обманывайся. Понимаете, этим легко обмануться. Я вам честно скажу, я не раз обманывался этими вещами. То есть ты думаешь, что это безобидно, а это оказывается очень к тебе пристает. Поэтому не обманывайся, что ты такой духовный, что ты четко видишь, где плевелы, а где нормальное зерно. Не обманывайся. Худые сообщества развращают добрые нравы. Или вот в современном переводе, да, я читал, плохой товарищ губит. Хорошие привычки. Поэтому вот токсичные люди, токсичные передачи, это то, что отравляет нашу жизнь. Причем делает это регулярно. Оказавшись рядом с токсичными людьми, поначалу это не замечаешь. Потому что токсичные люди могут быть, как я сказал, харизматичными, талантливыми в чем-то, умными. И поначалу даже кажется, что смотря токсичные передачи, слушая токсичных людей, ты даже чем-то как бы обогащаешься даже, какую-то информацию для себя получаешь. Получаешь. Но не даром Иисус учил. Иисус учил по плодам их, узнаете их, не по словам, не по их харизме, не по их таланту, по плодам. Всегда, милые мои, смотрите, как общение с тем или иным человеком, как просматривание той или иной передачи, как слушание того или иного проповедника влияет на твое внутреннее состояние. Как бы этот проповедник или пастор, или политический деятель не был харизматичен, какие бы красивые лозунги он не кидал. Всегда смотрите, есть что-то намного больше, чем ум. Вы же отлично понимаете, когда проходит богослужение, это ведь не просто я что-то из своей головы пытаюсь вам сказать, вложить в ваши головы. Мы живем в духовном мире. Есть многое, что происходит на уровне просто подсознания, на духовном уровне. И когда ты смотришь, как это сказывается на тебе, и ты вдруг замечаешь, ты стал более раздражителен, ты стал более нетерпимым, ты стал более агрессивным. У тебя падает самооценка. Или тебе кажется, что с тобой, ну все просто несправедливы, тебя не ценят, тебя никто не любит. Потому что обобщать – это типичная манера именно токсичных людей. Вот обобщать. Вот когда чувствуешь, что вот как-то хуже, ты стал нетерпеливым, более печальным, значит, на тебя это влияет. Я вам хочу показать, вот я для себя выделил пять признаков, как определить токсичность. Токсичных людей, токсичные передачи. Самый первый, самый первый признак, вот пять признаков. Негативность. То есть токсичные люди или токсичные передачи показывают все преимущественно в черных томнах. Токсичного человека невозможно переубедить. Все не так. Если даже хорошо, это кажется, что хорошо, а все на самом деле плохо. Токсичные люди – это пессимисты. Причем их пессимизм, к сожалению, заразителен. У вас становится плохое настроение. Как бы вам глаза открыли, как будто, а настроение плохое. В действительности познание истины приводит к радости. Приводит к свободе. А тут наоборот. Печально все время. Неудовлетворен жизнью. И ты чувствуешь, что у тебя постоянно внутри недовольство. Я вам хочу показать каждому человеку свойственно недовольство. Но когда недовольство становится стилем твоей жизни, когда для тебя довольство – это исключение, а основное твое состояние – недовольство. Хронические жалобы, хроническое нытье. Значит, тебя отравляют. И, как я сказал, драгоценное, не надейтесь на вашу духовность. Не будьте глупым огурчиком, который думает, что все в банке засолятся, но не он. Он останется таким же пресным, как был до. Нет. Нет. Это проникает в нас. Я помню, когда я готовился к одной из проповедей, как-то мы говорили про баба-рабов, да, была проповедь такая, про баба-рабство. Я посмотрел, смотрел ролики разные мужского движения, там, где говорится, мужики, не надо быть баба-рабами, надо том. Вот. Я смотрел это с точки зрения, когда знать это, чтобы об этом проповедовать. Я смотрел ролики, готовился к проповеди, смотрел ролики, готовился к проповеди, спроповедовал, все хорошо. А вдруг потом заметил, на меня эти ролики так называемого мужского движения каким-то образом воздействуют. Я уже так смотрю, так, эти женщины нас хотят использовать. Понимаете, вот вроде бы ты просматриваешь, а вот это негативное, потому что все мужское движение построено, это старый как мир сексизм. То есть кажется, вроде такие термины баба-рабов, там, или там, пошел Алеша, не Алеша, там, вот. А в действительности все это, что мужики – настоящие люди, женщины – не люди. Цель женщин – обслуживать людей. Не повезло, родилась женщиной. Повезло, родился мужчиной. Поэтому ты имеешь все, она не имеет ничего. Ты можешь делать, что хочешь, жить со всеми, а она не имеет права. Потому что если ты живешь со всеми, ты супермен, мачо. Если она живет со всеми, то она не мачо. И не супервумен. Вот на этом все основы. То есть, понимаете, элементарные сексистские идеи, просто старые. Но даже понимая все это умом, вот я это вроде все понимаю, но регулярно, как бы смотришь, смотришь, и вдруг чувствуешь, вот пропитывается огурчик это в тебя все. Проходит. И очень часто это бывает интересно смотреть, потому что, я еще раз говорю, ведь они все борются, чтобы их смотрели. Количество лайков, количество просмотров. Нужно это сделать интересно. И тебя привлекают скандалы, шум, драки. Смотришь и пропитываешься. Почему? Потому что токсично. Поэтому вот этот негативность, это негативизм, постоянная черта токсичности. Второе. Манипуляции. Токсичный человек постоянно пытается контролировать окружающих. Токсичные передачи пытаются манипулировать нашим сознанием. Если причем ты не ведешься, на тебя могут обижаться, говорить, что ты там неправ, тебя начинают обвинять. Токсичные люди могут истерить. Если не идешь, у них на поводу. Они пытаются манипулировать до Бога. И что бы ты ему ни говорил, он не воспринимает твою точку зрения. Либо как он, либо истерика, или скандал, или конфликт. То есть вот, если ты вдруг чувствуешь, что ты боишься, вот в отношениях ты боишься высказать свою точку зрения. Если она не согласуется с точки зрения собеседника, значит, манипуляции идут. Третья черта, как определить токсичность, да? Признак его – это обиженность. Так, токсичные люди – это постоянно обижающиеся люди. Они постоянно, им что-то не хватает, у них постоянно какая-то нужда. Ему все время не додают. То есть это люди, вот им не додают, не додают денег, не додают внимания, им мало времени. Всегда всему токсичному человеку мало. Это понятно, что нам всегда чего-то не хватает. То есть понятно, что у нас бывает нужда. Но токсичные люди, они постоянно предъявляют претензии окружающим. Они обижены на окружающих. И у них всегда, вот если бы, если бы меня родители по-другому воспитали, если бы я был знаком вот с тем-то человеком, то тогда все было бы иначе. Но, то есть токсичные люди всегда недовольны. Недовольны. То есть токсичный человек, он всегда жертва. Знаете, это образ жертвы. Поэтому, что бы вы ему ни говорили, он никогда не будет ценить ваших советов. Почему? Ему не советы нужны. Он хочет показать тебе, какой он обижен, и как его все обижают, какой он несчастный. И он постоянная жертва. Постоянная жертва. Поэтому он во всем обвиняет других. Он на них обижен. Недоволен. Четвертое качество токсичности, токсичных людей, это сплетни. О сплетнях в Библии написано масса. И вот токсичные люди, они не могут без общения. Они должны свой яд все время кому-то передавать. Чем больше они отравляют людей, тем им лучше. Они живут за счет этого. Поэтому токсичные люди постоянно ведут разговоры о ком-то. Но это, конечно же, разговоры какие негативные. Они все обесценивают, все критикуют. Во всем минусы. Если ты там сказал какую-то идею, глупая идея. Твое желание, а это коварное желание. Мысль, тупая мысль. То есть все плохо, все негативно. Поэтому они всегда все осуждают. И не просто там внутри себя. Они этим делятся, осуждением. И последняя, пятая черта токсичных людей, токсичных отношений, токсичных разных передач, программ. Это пассивность. То есть это люди не делают ничего, чтобы что-то изменить, но они всех критикуют. У токсичных людей всегда множество причин. Это обстоятельства виноваты. Это вот тот человек виноват. Все время кто-то виноват. Это детство виновата. Кто-то все время виноват. Почему он это не делает? Скажешь, ну ладно там, детство прошло. Ситуация изменилась. Что-то сделай. Нет, он не будет ничего делать. Он будет только всех обвинять. Почему? Потому что он пассивен. Он ничего не делает. У него не бывает так. Вот просто сказал и просто выполнил. Там все у них. Все непросто. Все непросто. Поэтому им невозможно помочь. Помните, у меня была как-то проповедь. Перестань это делать. Я показывал ролик, помните, когда приходит к психологу. Он говорит, вот у меня пришло. Ну перестань это делать. Типа так. Как, понимаете, перестань? Ну тебе же, говорит, не хочется этого. Нет, не хочется. Так переставай. Вот нам такие простые советы не нужны. Переставай. Нам как бы по-сложному все надо. Как ты переставай? Так вот переставай и все. Я не перестану. Поймите. Мы можем помочь человеку, кроме одной вещи. Мы не можем за него хотеть или чего-то не хотеть. Вот как бы ты человеку не помогал, а хотеть или не хотеть, он может только сам. Если человек не хочет измениться, что бы ты ни делал, что бы ты ни предпринимал, что бы ты ни говорил, какие бы премудрости, не поможет, он не хочет. И он будет выискивать причины, в чем угодно. И все виноваты, и все плохо, и власти виноваты, и люди виноваты, и семья виновата, все вокруг виноваты, церковь виновата, домашняя группа виновата, лидеры виноваты, служители виноваты. Но ты же можешь делать вот это, и это, и это. Нет, это не суть, что он может сделать. Он мыслит глобально. Как он может помыть посуду в раковине, если в стране такое происходит? Пенсионный возраст повышают, а ты ему про кухню. Нет. Ему не до этого. И он не делает, что он может. Потому что его цель не изменение. Он не собирается меняться, он не собирается быть позитивным человеком. Нет. Он просто-напросто отравляет. И тут, знаете, я хочу одну вещь заметить сразу же. Потому что, когда говоришь на такие темы, ты вот так сидишь и думаешь, да, пастор, вокруг меня сплошной, знаешь, токсикомания какая-то вокруг меня все. Сплошные токсичные вещи вокруг меня. Поймите, что есть токсичность временная. Ну, у каждого из нас вот бывает недовольный. Мы бывают недовольны. Ну, бывает вот в жизни невозможно быть все время в таком состоянии. Хотя, конечно, некоторые христиане об этом и проповедуют, что мы должны все время быть вот... Но такого не бывает. Если кто-то из вас думает, что есть какие-то проповедники, они все время на позитиве. Всегда вот так у них... У них только хорошо и очень хорошо. Это маска. У каждого есть периоды, когда, как писал Макаревич, ни слов, ни музыки, ни сил. Ну, есть периоды разные. Есть трудные периоды. Вот. Есть, когда вот руки опускаются. Но если человек с утра, у него все время плохое настроение, каждое утро, вот есть такие... Вот он проснулся, такое чувство, его во сне избивают каждую ночь. Вот ему снятся все время, что его избивают. И он все время просыпается в дурном настроении. Вот есть люди, вот их встречаешь с утра и думаешь, новый день. Бог нам подарил. Доброе утро. И вот ты смотришь на его лицо. Доброе утро. И он негативный. Ну, думаешь, ну, наверное, что-то случилось, может быть. Ну, всякое бывает. У людей бывает всякое. Но каждое утро у человека негатив, у человека негатив, у человека негатив. Это признак. Токсичный человек. Потому что, да, периоды есть разные. И плохие периоды у каждого из нас есть. Но я сейчас говорю о постоянном нашем состоянии. Если постоянное состояние человека – это негатив, это сплетни, это обиженность, это пассивность, значит, это токсичный человек. Ну, и что же нам делать? С токсичными людьми. Апостол Павел говорит, не обманывайтесь. Худые сообщества. Если бы Павел жил в 21 веке, он написал бы, токсичные вещи отравляют. Токсичные отношения, токсичные сообщества отравляют. Добрые, добрые нравы. Отравляют. Токсичные люди бывают у нас на работе, среди наших родных. И что делать? Драгоценные, но выход только один – ставить барьер. Иногда можно сделать, вот просто поставить барьер и свести отношение к нулю. Если есть возможность. Не общаться. Не общаться. Я стараюсь не общаться вообще с людьми, которые наполнены негативом. Иногда, конечно, бывает, вот не понимаешь, но когда ты чувствуешь, что влияние негативное, лучше дистанцироваться всегда. Если нет возможности дистанцироваться физически, нужно стремиться дистанцироваться внутренне. Есть люди, но невозможно с ними перестать общаться. Я отлично понимаю, что с одной стороны, Библия нас учит, что мы должны почитать отца и мать. С другой стороны, я за 20 с лишним лет в своей пастырской практике немало сталкивался с тем, что есть родители, которые буквально разрушают жизнь своих уже повзрослевших детей. И послушайте меня, почитать родителей не значит позволить им разрушать вашу жизнь. Почитать родителей не означает идти у них на поводу. Нет. Нужно просто быть мудрыми. Если ты знаешь, что есть отравление, вот идет, вот когда негативно, и все у тебя плохо, и работа у тебя плохая, и жизнь у тебя личная плохая, и все у тебя плохо, и все вот, и вот общаешься. Ты скажешь, пастор, ну а что делать? Это родные люди, мы не можем не общаться. Ну, вот договорились с гостем, возьмите какое-то время, например, вот у нас полтора часа, мы приедем, пообщаемся, через полтора часа, ой, нам нужно ехать там, или детей укладывать, или еще что-то, и вы уезжаете. То есть, сведи к необходимому минимуму все это. Потому что я знаю, есть некоторые отношения, их невозможно вообще убрать из жизни. Ну, тогда приходится мудро как-то вести. О, на меня обидятся. Ну, так что? Тогда травись. Понимаешь, вот им не стыдно отравлять тебя, а тебе стыдно не отравляться. Свидеть к необходимому минимуму. Ну, это вот как-то, вот как-то неудобно. Вы знаете, вот и... Когда ты так думаешь, это уже показывает, что ты находишься под манипуляцией. Ты находишься под манипуляцией. И у тебя есть решение. И вообще, помните, в послании к римлянам апостол Павел написал, Вы сильные сносите, помните, немощи бессильных. Часто вот, чтобы помогать некоторым людям, необходима реальная духовная сила. А мы, как я говорил вначале, склонны переоценивать свою духовную силу. Ну, я сейчас помогу, да, этот человек негативный, недовольный. Но я, духовный гигант, уже два года в церкви сейчас. И ты начинаешь с ним общаться, чтобы вытащить его из негатива. И ты вдруг замечаешь, чем больше ты ему помогаешь, тем меньше ты радостный, и непонятно, кто кому помогает и кто на кого влияет. Ведь мы же отлично понимаем, да, если ты стоишь сверху, да, и... Саш, можно? Алексею, да? Алексей, вот ты стоишь, да, вот кому проще? Тебе его наверх затащить или ему тебя сбросить, а? Сбросить вниз намного проще. Поэтому апостол Павел говорит, вы сильные. Чем больше твой духовный возраст, чем больше твоя духовная опытность, тем больше ты можешь помогать людям в беде. Но когда ты неправильно оцениваешь, часто не ты помогаешь, а наоборот, деградируешь. Поэтому, когда ты кому-то решил помочь, кого-то решил вытащить из трясины депрессии, из бездны отчаяния, из болота негативизма, посмотри, после некоторого времени твоей помощи, что с тобой происходит. Может быть, это уже тебя нужно вытаскивать? Понимаете, драгоценное? Это очень важно. Будьте здравы, потому что это происходит незаметно. Мы всегда думаем, что мы контролируем ситуацию, а уже порой мы не контролируем ничего. Мы думаем, что мы тут ведем, а на самом деле мы уже давно ведомы. И давно попали под манипуляцию. И ты сам ходишь такой же негативный, такой же недовольный, такие же постоянные негативные разговоры, которые в Библии называют сплетни и слухи у кого-то за спиной. И тоже постепенно стоишься таким же пассивным. То есть ты на словах-то активен, конечно, но в жизни, чтобы что-то поменять, нет. И обижаешься, и ты вдруг чувствуешь, что тебя все обижают. Весь мир такое чувство создано, чтобы тебя обидеть. Все это говорит о том, что ты... Тебя отравляют. Ты попал вот под это влияние. Апостол Павел, давайте откроем послание к Галатам, пятую главу. Знаменитое место, но давайте рассмотрим это с точки зрения токсичности. Вот смотрите, пятая глава. Начнем... Вот с 13-го даже стиха можно пораньше начать. Смотрите. Апостол Павел здесь сопоставляет Ветхий и Новый Завет, показывая, что закон Ветхого Завета, да, в принципе теряет свою актуальность, если внутри наш возрожденный дух любит Бога и стремится исполнить Его волю. И только понимают, что если ты любишь Бога, ты любишь ближнего. А весь закон и заключается в возлюбе ближнего, как самого себя. Мы об этом как-то говорили, об этом можно много говорить. Но давайте продолжим. Если же вы друг друга угрызаете и съедаете, берегитесь, чтобы вы не были истреблены друг другом. Вот то, что мы говорим, токсичность. Отравляем друг друга. Этим убиваем друг друга, съедаем друг друга. Я говорю, продолжает Павел, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти. Ибо плот желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы. Если же вы духом водитесь, то вы не под законом. Дела плоти известны, а не суть. Прелюбодеяние, блуд, нечистота, непотребство, идолослужение, волшебство, вражда, ссоры, зависть, гнев, распри, разногласия, ереси, ненависть, убийство, пьянство, бесчинство и тому подобное. Предваряю вас, как и прежде предварял, что поступающие так Царство Божье не наследуют. Плот же духа, любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. На таковых нет закона. Но те, которые христовы, распяли плоть со страстями и похотями. Если же мы духом водимся, если мы живем духом, то по духу и поступать должны. Не будем тщеславиться, друг друга раздражать, друг другу завидовать. Вы знаете, слушая такую проповедь, может сложиться впечатление, что есть вот такие люди токсичные, а есть люди нетоксичные. Как бы две категории людей. На самом деле, все несколько иначе. Я бы не хотел, чтобы вы так думали. Я попросил, чтобы мне принесли батарейки. Вот обычные две батарейки. Я думаю, вы все понимаете, что у каждой батарейки с одной стороны плюс, с другой стороны минус. Позитив и негатив. Электроны, они как бы несут отрицательный заряд, протоны, положительный заряд. И вот каждый из нас, как батарейка, по сути, не бывает людей один большой плюс и не бывает людей один большой минус. У каждого из нас есть и дух, и плоть. И в каждом из нас мы можем найти и зачатки радости, мира, терпения, доброты, кротости, любви. и одновременно мы можем найти в себе и ссоры, гнев, разногласия, ненависть, бесчинство, вражда. Каждому из нас есть. И вот весь вопрос в том, да, с чего в нас больше, электронов или протонов. Какой заряд преобладает, положительный или отрицательный. поэтому человек нетоксичный через какое-то время может превратиться в токсичного. У него больше негатива, больше минусов, а плюсов все меньше и меньше. Поэтому Павел говорит, что дух и плоть, они противятся. Дух и плоть словно борются внутри нас. И от нас зависит, будет ли больше токсичности, ссоры, вражда, зависть, негатив, сплетни. Все в черных тонах или позитив. Радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, верность, кротость, воздержание, терпение. Чего больше? Как жить так, чтобы в нас было больше, больше хорошего? Апостол Павел и показывает, знаете, вот, кажется, вот, нужно в себе подавлять минус, подавлять в себе негатив. Но чем часто люди больше борются с негативным в себе, тем больше в них этого негативного появляется. Поэтому смотрите, как мудро здесь пишет апостол. как жить так, чтобы в нас преобладало хорошее, да? Апостол Павел показывает, если же вы духом водитесь, да? Или 25 стих, если мы духом живем, живем духом, то по духу и поступать должны. я много раз говорил, чтобы в комнате было светло, не нужно тьму выгонять, нужно включить свет. Часто люди, пытаясь бороться с негативными чертами своей личности, терпят полное фиаско, в них ничего не получается. Борешься с негативным в себе и не можешь его победить, не можешь это выгнать из своей жизни. Потому что когда мы загоняем негатив внутрь себя, пытаемся как-то его подавить, он там где-то прячется, сжимается и в самый неподходящий момент вдруг прум, пружина распрямляется и вот этот загнанный в угол негативные черты они вдруг начинают проявляться. Ты думаешь, а я-то думал, я такой благословенный верующий, я думал, что я в себе это все победил, а оказалось, я просто это загнал куда-то в чул, и это все спряталось во мне негативное и в самый неподходящий момент вдруг оно вырвалось на свободу. Поэтому апостол Павел-то и пишет здесь, что живите духом, развивай духовную жизнь, не пытайся победить в себе ссору, твой раздражительный такой характер, гневливость свою, нет. стремись развивать в себе духовную жизнь, вот на чем тебе нужно концентрироваться, не на борьбой с плотью, а на жизни в духе, и чем больше ты будешь жить в духе, тем автоматически меньше будет у тебя дел плоти. Вот на чем мы должны концентрироваться, жить в радости, жить в любви, нести мир, быть милосердным человеком, добросердечным человеком, развивать в своей жизни воздержание, или в современном переводе написано самоконтроль, самоконтроль. Вот мы должны дать дорогу позитивным вещам. Я понимаю, что это требует каких-то усилий, потому что дать свободу негативному в нас очень легко. Ну так устроен мир, чтобы сорняки росли, не нужно ничего делать, они сами как-то растут. А вот чтобы вырастить хорошее растение, цветы, ягоды, приходится трудиться. Чтобы плоть в нашей жизни проявлялась, не нужно никаких стараний, она сама автоматически проявляется. И ты становишься токсичным человеком, сам себя отравляешь и окружающих. А вот чтобы дать свободу духа, вот приходится прилагать определенные усилия, как у себя на садовом участке, чтобы что-то хорошее вырастить, нужно трудиться, удобрять землю, поливать. Вот точно так же мы должны быть сконцентрированы вот на этом плоде духа. когда ты рассматриваешь отношения, ты всегда должен думать, что я могу принести, чем я могу, что я... Потому что знаете, хорошо говорить про токсичных людей, но я ведь отлично понимаю, что может быть таких и немного, но наверное все-таки такие здесь тоже есть, которые слушая это думают, а ведь я сам токсичный человек. Как бы я тут говорю, как нам уберечься от токсичных людей, но ведь может быть кому-то в голову пришла такая идея, что это нужно от него уберегаться, а? И если это произошло, это очень здорово, потому что самый первый шаг к исцелению это понять, что ты болен. Недаром говорят, что если психически больной человек это понимает, он на пути выздоровления. Проблема, люди токсичные не понимают, что они токсичные. Они не просто других отравляют, они сами в отравленном состоянии находятся. Вот этот горький корень отравляет их. И они это не понимают. Им кажется, они за справедливость. Они не виноваты, что все вокруг так несправедливо. Да они за добро, но они же не виноваты, что все вокруг так плохо. Поэтому им приходится говорить все время о плохом. Поэтому им приходится все время быть негативными. Они не виноваты. Уж так жизнь сложилась, такие, извините, обстоятельства, вот так ситуация повернулась к ним. Когда человек понимает, что хватит уже пенять на ситуацию, хватит пенять на обстоятельства, нужно посмотреть внутрь себя, посмотреть в свое сердце. токсисты. если ты видишь, что ты токсичный человек, у тебя есть вся возможность. Либо ты начнешь всех обвинять, почему ты такой токсичный, либо ты поймешь, что все в твоих руках. Люди токсичные, знаете, сколько я не общался с токсичными людьми, вот их всегда характеризуют две вещи. Токсичные люди, как правило, всегда несчастные люди. Когда человек счастлив, у него нет желания быть токсичным. Это, как правило, несчастные люди. А во-вторых, это, как правило, люди недовольны своей самореализацией. Потому что, когда ты в своем призвании, когда ты занят, тебе некогда быть токсичным. А когда ты не реализуешь то, что Бог тебе дал, у тебя куча энергии, и она не идет в правильное русло, то ты эту энергию направляешь в неправильное русло. Поэтому токсичные люди несчастны и недовольны своей самореализацией. Поэтому прежде всего мы должны думать, а что я могу сам сделать, чтобы вот в моей батарейке положительный заряд был все больше и больше, все сильнее и сильнее. Направлять вот это от нас зависит. И тут никто не отвечает. Можно обвинять церковь, можно обвинять государство, можно обвинять окружение, можно обвинять 21 век с интернетами всякими, можно хоть кого и хоть что обвинять, но это твоя жизнь. Ты можешь смотреть передачу и отравляться, и быть токсичным человеком, а можешь выключить. Я понимаю, что интересно, я понимаю, что ты уже привык за этими разборками следить из месяца в месяц. Для тебя эти люди уже как родные все там. Но однажды должен принять решение, ну хватит уже, хватит мне отправлять мою жизнь. Потому что кучу времени проводишь, но так ничего и не узнал, так ничему не научился, так ничто не освоил. Я вообще вот советую, вот люди, которые любят, вот, пастор, вот я люблю сериалы, я понимаю, что там очень мало может быть полезного, это много времени занимает, но я вот люблю смотреть сериалы, вот из серии в серию. Знаете, вот, если ты любишь смотреть сериалы, у меня тебе один совет, наша русская литература богата, она может тебе помочь, возьми книжку там, Анна Каренина, «Война и мир», чем не сериал? Там, конечно, персонажи не Дон Родригес, хотя сейчас может уже сериалы и не испанские, не мексиканские, сейчас уже русских много сериалов, я просто смотрел сериалы, я смотрел серию «Санта-Барбару», видел, она была давно, а может и сейчас уже идет, нет? Ну, неважно, чем отличается русская литература, там не просто рассказывается про семьи, там не просто, вот, чем отличается русская литература от сериалов, там есть с одной стороны линия про жизнь, можно там изучать, как жизнь князя Андрея там, или еще что-то, Анны Карениной той же, да, Вронского или еще кого-то, но помимо просто сюжета, часто в сериалах ничего и нет, один сюжет, в этих же книгах, почему их можно снова и снова перечитывать, какой смысл сериал пересматривать, ты знаешь, чем началось, чем кончилось, все, там больше ничего нет, в этих же книгах, помимо сюжета, есть другие слои, там много рассуждений, размышлений, ты следишь за жизнями героев, и одновременно там много размышлений, потому что все-таки написали их гении, эти книги наши, русская классическая литература, и там куча всего, что через жизнь как бы обогащает тебя, в чем-то этот принцип соответствует Писанию, Писание тоже, ведь в основном состоит из рассказов, но на основании рассказов, Бог нас учит, точно так же и здесь очень много можно чему научиться, и при этом это не приводит к негативу, ты видишь жизнь, причем жизнь как с плюсами, так и минусами, потому что я ведь не говорю, что мы теперь должны быть романтиками, все быть в розовых очках, никакими негативными, да нет, мы все знаем, что эти розовые очки когда бьются, они бьются стеклами внутрь, поэтому я не призываю вас быть романтиками, и там видеть все в розовом цвете, но мы видим жизнь с плюсами и минусами, мы видим разные ситуации, но при этом у нас мир и спокойствие, потому что через эти книги словно мы какие-то уроки получаем в своей жизни, это чему-то нас учит и наставляет, в отличие от многих этих сериалов или целых шоу, которые идут как сериалы про каких-то там звезд или еще где кто, чей ребенок там, этот его отец, этот не его отец, этот был его отцом, этот не был его отцом, и вот эти постоянные передачи, что ты там узнаешь, кто чей отец, кто чей сын, такая великая информация, твоя голова создана, чтобы это все запоминать, поэтому, милые мои, мы можем все изменить, все в наших руках, если ты это захочешь, ты можешь стать человеком, наполненным жизнью, если не захочешь, ты будешь токсичным человеком, как очень многие люди на этой земле, и не нужно пенять ни на век, ни на время, ни на правительство, ни на ситуацию, ни на обстоятельства, мы в любой ситуации можем вести себя достойно, и в самом конце я прочитаю тринадцатую главу из книги «Притч», два стиха здесь, и этим мы закончим. Притча, тринадцатая глава, двадцатый стих. «Желание исполнившееся приятно для души, но несносно для глупых уклоняться от зла». Понимаете, токсичные люди, они просто не уклоняются от зла, для них это несносно. В притчах эти люди названы глупыми. Все, абсолютно все мы атакованы злом. Это зло словно передается от одного человека к другому. Как на, помню, в детстве любил смотреть альбомы с рисунками битструпа. И вот помню один, где там на мужа накричал начальник, муж пришел домой, накричал на жену, жена наорала на сына, сын пнул собаку, собака побежала, укусила начальника. И вот так вот. Круг негатива. Недаром говорят, стань тем человеком, который не передает негатив дальше. к нам приходит много негатива. Какие-нибудь водители автобусов выливают на нас свой негатив. Люди в очереди выливают на нас свой негатив. В транспорте где-то, на улице, соседи, на работе, сослуживцы, родственники. Идет постоянно, но от нас зависит, будем ли мы такими передатчиками. Принял негатив, отравился, отравил, отравился, отравил. У многих людей вся жизнь отравился, отравил, отравился, отравил. Так и живут. Будь тем, на ком вот эта отрава останавливается. Потому что у тебя есть противоядие. Противоядие от этого, от этих токсичных вещей. Ты ими не питаешься, ты их не передаешь дальше. И вот здесь и говорится, но не сносно для глупых уклоняться от зла. А мудрые уклоняются. Не принимай это. Дистанцируйся. То, о чем мы сегодня говорили. Четко определяй негатив, каким бы он интересным тебе ни казался. И не давай ему дорогу дальше. Дальше. Общающийся с мудрыми следующий стих будет мудр. А кто дружит с глупыми развратится. В принципе, та же самая мысль, что мы читали в начале апостола Павла. Худые сообщества развращают добрые нравы. Будь тем, кто общается с мудрыми. мудрый человек. Это не обязательно тот, кто много знает. Смотри, как на тебе складывается общение. Если у тебя такой друг, ты так подружился, после этой дружбы с женой все время ссоришься, что-то не то. Может быть, эта дружба тебя отравляет. Смотри, как на тебе это сказывается. И принимай решение, впускать это в свою жизнь дальше или убрать это из своей жизни. Стоит ли тебе залазить в эту банку с маринадом или нет? Хочешь ли ты пропитаться вот этим раствором или нет? Ты решаешь. Но если ты залез в эту банку, если ты продолжаешь эти отношения, это общение, то независимо от того, хочешь, не хочешь, ты становишься маринованным, соль проникнет внутрь тебя, худые сообщества развращают, добрые созидают. Давайте закроем глаза и склоним головы. всемогущий Господь, спасибо тебе за то, что твое слово раскрывает нам то, с чем мы сталкиваемся сегодня, потому что твое слово вне времени, вне культуры. Твое слово актуально для всех людей. И не важно, в какое время мы живем, не важно, в какой стране мы выросли, но то, что говорит Священное Писание, важно для каждого из нас. И я молю тебя, мой Бог, чтобы мы воспринимали те стихи, которые сегодня читали, как слово с неба лично для нас, не только для наших знакомых, наших ближних, но лично для нас. Помоги нам, Господи, вникать в себя и в учение, увидеть свою жизнь в свете этих стихов Священного Писания. Я молю тебя, Господь, учи нас жить Духом, быть Вадимым Духом Святым, концентрироваться на плоде Духа. Только то, что благо, похвала, добро, милосердие, об этом размышлять, к этому стремится Господь. Укреплять те отношения, которые благословенно влияют на нас, которые наполняют нас силой, наполняют нас благодатью, наполняют нас любовью и дистанцироваться от всего того, что заряжает нашу плоть, укрепляет нашу плоть. В имя Иисуса Христа, Господь, помоги не быть обманутыми, не обманываться, но видеть худые сообщества и избегать их, избегать от токсичных общений, избегать токсичных людей, токсичные передачи, программы, токсичные обсуждения, Господь. Потому что Ты учишь нас хранить свое сердце больше всего. Благослови, Иисусе, благослови, Господь. Я молю то, о чем мы говорили, пускай это поможет каждому человеку, кто находится здесь. Боже, Ты знаешь, я хочу, чтобы жизнь каждого верующего церкви была благословенной. Я молю, мой Бог, возьми это проповедь и оберни во благо. Чтобы мы были внимательны, чтобы мы не были обмануты, чтобы мы были мудры, Господь, чтобы мы не шли на поводу у тех, кто пытается нами манипулировать. Благослови, Господь. Благослови, Господь. Благослови, Господь. Я молю, мой Бог, касайся также тех, кто видит, что сам в последнее время стал токсичным человеком. Я молю, Бог мой, об исцелении. если кто-то из нас был заражен негативом, отравлен этим горьким корнем. я молю, мой Божий, пускай исцеляющая сила коснется сердца, мой Бог, дарует ему человеку мудрость перестать участвовать в худых сообществах, с чем бы это ни было связано, перестать отравлять себя и отравлять других. Потому что, живя так, мы не знаем Тебя. Я молю, мой Бог, чтобы мы прежде всего соединялись с Тобой, ибо от Тебя идет добро, всякое даяние благое, дар совершенный не сходит от Тебя. Я молю, мой Бог, чтобы мы познавали Тебя и наполнялись Твоим благом, чтобы мы развивали жизнь в духе, жизнь в любви, жизнь в радости, жизнь в мире, жизнь с терпением. Что бы ни происходило в нашей жизни, Ты никогда не допускаешь испытания сверхсил. У нас всегда есть возможность не дать негативу отравить нас, не дать токсичным людям формировать нашего внутреннего человека. Дай нам мудрости, Господь, не поддаваться манипуляциям, но соединяться с Тобой, строить доброе сообщество, наполняться от людей, которые несут мир, несут любовь, несут благость, благодать, Господь. И самим стремиться быть такими, людьми духа, людьми большого сердца. Когда мы живем в духе, мы не исполняем вожделение плоти, когда мы стремимся быть переполнены твоей жизнью, тогда смерть уходит. Все эти яды уходят. Мы очищаемся, освящаемся, преобразуемся в славный образ нашего Господа Иисуса Христа, который был переполнен, Господь, любовью до последнего часа на кресте, что бы с Ним ни происходило, но неблагодарность, но никакой негатив не проникли в Сына Божьего. Он продолжал любить, даже на кресте, продолжал прощать, продолжал благословлять. Я молю, мой Бог, чтобы в нас были те же чувствования, что во Христе и Иисусе, чтобы никакой яд от окружающих людей, негатив, агрессия не проникали в нас. Мы не давали им места, мы не открывались для этого, но ставили барьеры, Господь, дистанцировались от всяких токсинов, от всяких ядов по имя Иисуса Христа. Благослови, Иисус. Я молю, мой Бог, сейчас особенно за тех, кто в последнее время чувствует, что он был отравлен. Я молю, коснись этого человека, чтобы он увидел свою проблему, увидел источник, из-за которого яд проникал в его сердце и отрезал это из своей жизни, перестал давать яду проникать в себя, разрушил всякие худые сообщества, дистанцировался Господь от всяких токсичных вещей, перестал смотреть токсичные передачи, программы, перестал участвовать в этих токсичных обсуждениях. Дай нам мудрости, не отравлять сами себя, не давать другим отравлять себя и самому не быть теми, кто отравляет окружающих во имисусе. Аллилуйя. Суру раламан Субтитры подогнал «Симон» Слава Господь Тебе! Слава Господь! Работай в наших сердцах сейчас, Дух Святой! Исцеляй! Если кто-то был отравлен, исцеляй! Если кто-то отравлял других, исцеляй наши сердца, Боже! Мы стремимся быть честными с Тобой! Помоги нам жить Духом, поступать по Духу, давать свободу Духу в нашей жизни! Быть людьми света во имя Иисуса!